Добрый день, дорогие уважаемые коллеги. Хотелось бы представить свой доклад. И у нас более простая задача. Мы должны сказать, выявляемые лимфатические узлы измененными или нет. Очень популярен термин лимфоденопатии среди врачей ультразвуковой диагностики. Но это состояние увеличения лимфатических узлов. И термин обычно является предварительным диагнозом и требует дальнейшей клинической обследования и не является ведущим сетом заболевания. А наша задача входит определить реактивные изменения лимфатических узлов, острый или хронический лимфоденит и лифторичные изменения в лимфатических узлах. Среди визуализированных и графических лимфатических узлов наибольшая часть, это 70% у взрослых, 90% у детей, это реактивные лимфатические узлы. Реактивные изменения – это биологический ответ на изменение гомеостаза, то есть в принципе является функциональной нормой. И есть два подхода системы издействия состояния лимфатических узлов. Это когда реактивные лимфатические узлы рассматриваются как воспалительные изменения, либо это отдельная нозологическая группа, и воспалительные изменения мы рекомендируем отдельно. Данная методика применяется у нас. Возможности ультразвуковой диагностики лимфатических узлов таргентно неиспоримы. Информативность в диагностике именно периферических значительно превышает другие модальности. Чувствительность, специфичность и точность повышаются возможностью тонкой игольной биопсии в определенный измененный участок лимфатического узла. И по сравнению с чувствительностью компьютерной томографии и магнитно-резонансных таргентно значительно ниже. Задача ультразвуковой диагностики – это выявление патологического лимфатического узла, также диагностировать уровень расположения для правильного планированного хирургического лечения, определить распространенность процесса, если это возможно, и динамическое наблюдение и комбинированное лечение. И также наведение, как я говорила, уже на пребиопсии лимфатического узла. Используются в аппаратах базовые методы. Это серошкальный B-режим, методики цветного докторского картирования и современные методы эластографии, как сдвиговые, так и компрессионные волны, которые уже вошли в рутинную практическую методику. И тогда же можно использовать и контрастно усиленное ультразвуковое исследование. Здесь на слайде демонстрируется, что сейчас современные аппараты экспертного класса. Мы видим малейшие изменения в структуре лимфатического узла. Мы можем различить капсулу, тробеку, корковое вещество, отделить фоллику и ворота. Главное в исследовании ультразвуковой диагностики – это структура лимфатических узлов. Как мы видим, мы можем дать значительное количество характеристик до 10 характеристик лимфатического узла. Размеры определяются по отношению к поперечным. И в норме по ряду авторов от 8 колеблется до 10 мм. И допустим, что уровень 1-2 уровень до 11 мм. В нашем институте используется топографический уровень лимфатических узлов и в ультразвуковой диагностике, чтобы быть на одной так называемой волне с нашими диагностиками магнитно-резонансной, катетомографией и хирургами, которые регламентируют классификацию Робинса 2000 года. В структуре критикального слоя, как видно на слайде, для обычного изменения характерна умеренно сниженная эхогенность критикально-однородной слоя. Патологические слои – это гипоэхогенные или гетерохогенные изменения. Форма узла также считается патологичной пришаровидной формой или неправильной овальной формой. Индекс салбатии или индекс шаровидности – это соотношение поперечной и передне-задних диаметрах лимфатического узла. При неизмененных обычных менее 2 или равно 2, патологически это более 2. Дифференциальная область ворот тоже очень значима, и мы ее не различаем при изменениях при ультразвуковой диагностике. Либо эти ворота мы в принципе не дифференцируем, либо они смещены относительно центральной части лимфатического узла. Контур четкий, ровный при неизмененных обычных изменениях и патологически нечеткий бугристый или спаянность конгломераты. Также нужно говорить о количестве лимфатических узлов, и когда они множественны или спаянны конгломераты, мы также можем диагностировать патологические изменения. Ома ворхогических вариантах лимфатических узлов для нейромбластомы характерно кальцинаты в структуре кортикального слоя, также и при раке щитовидной железы это обозначение пассантомных тел и кистовидное включение. При меланоме характерно снижение локального кортикального слоя на определенном участке, а при раке гортоноглотки, фарингеальном раке или рамдосаркоме это некроз в структуре кортикального слоя. Также при ультразраковых исследованиях мы можем первично сказать, что возможно есть подрастание к общей сонной артерии, если идет нарушение визуализации комплекса интима меди. Мы можем визуализировать при обширных поражениях тромбоз внутренней ремной вены, врастание в прилежащие мышцы, как правило, кивательную, инфильтрация прилежащей подкожно-жировой клетчатки и врастание в кожу при значительных узловых размерах образования. Применение системы рецист-1.1 всегда очень этот вопрос задаваемый. Сразу говорю, что ультразраковая диагностика к рентгенографии грудной клетки не входит в эту систему. Мы не можем системизировать по этой системе. Мы можем только оследить на динамику размера и его структуру. Но определить, является ли увеличение, то есть прогрессирование изменений, стабильны ли размеры и структуры, а также, когда восстанавливается при химио-лучевом лечении структура лимфатического узла, ответить мы можем, как и видно на данных примерах. Как я уже говорила, в вазовое ультразраковое исследование входит в визуализацию сосудов. Мы можем визуализировать архитектонику всего лимфатического узла и проследить сосудистую его сеть. Для реактивной воскулизации характерна радиарность, единичные локусы кровотока и неизменения именно потоков по сосудам лимфатического узла. При патологическом кровотоке мы видим обрубленность, мы видим изменения архитектурно-кисосудистого русла. И также характерно при изменении именно рака гортани, когда сосуды визуализируются, повышение кровотока по периферии лимфатического узла. Как я говорила, что уже эластография, как компрессионная эластография, так и сдвигая волны, входит в рутину, входит в плановое антразраковое исследование. Этот стандарт имеет выявление жесткости патологических изменений в лимфатических узлах и построены анализы и отличия модулей Юлинга. Характерно качественно полуколичественная и количественная оценка. Для компрессионной эластографии это паттернно-эластографические изменения, которые предложили в 2007 году группа исследований в голове Солкунавы. Мы видим в первых двух типах. Это неизмененные и гиперпластические, и лимфатические узлы характерно. И предпредозрительно злокачественные. Это третий, четвертый тип. И также можем оценить полуколичественную оценку по сравнению, как правило, с жировой клетчаткой и кивательной мышцей. Оценить коэффициент жесткости, коэффициент соотношения жесткости. Он, как правило, колеблется от 1,5 до 2 единиц. При эластографии сдвиговой волны также мы видим оформление, что паттерны мягкие, пограничные, жесткие. И для гиперплазии характерны мягкие типы эластографии, а для злокачественных изменений жесткие, что и демонстрируется на экране. С высоким коэффициентом жесткости. Колеблется он от 20 до 30 кПс и где-то от 2,6 метров в секунду до 2,3 метров в секунду. Как мы видим, ряд авторов, которые изучали данные изменения. Контрастный усиленный альтрус ГАВ также может использоваться. У нас был опыт применения их при визуализации лимфатических узлов. Применялся по рационалю при низкой акустической мощности. Для измененных лимфатических узлов характерны центропитальные метастатические типы кровотока и гидрохоррогенность. Для реактивности центрофугально и гомогенно заполнение лимфатического узла контрастом. Также можно оценить и ментическую кривую, которая поступление контраста и выведение контраста из лимфатического узла. Мы видим направленные потоки с характеристикой кровеносных сосудов. Можем оценить сосуды по периферии лимфатических узлов. Это признан закачественность, когда сосуды фрагментарно обрублены. Также можем определить прирождение капсулы, когда лимфатические узлы сректовозации контраста уже в окружающей ткани. Вот характерный пример реактивного лимфатического узла. Как правило, это 2А верхний еремный или 1Б подчелюстной лимфатические узлы. Имеется умеренное увеличение, нарушение в воскулизации в виде усиления сосудистого рисунка, древоведное распределение, умеренное снижение их агенности. Но мы видим, что ворота дифференцируются, иногда они расширены, и изменений окружающих тканей нет. Иногда могут расширены реактивные лимфатические узлы. Мягкий тип при эластографии с низким коэффициентом жесткости. Метастатическое же поражение характерно уже округлой форме, неправильное, повышение индекса лбать, нарушение дифференцировки, нечеткость, неровность контура, асимметричное усиление кровотока в зоне изменений, повышение жесткости с повышением коэффициента жесткости, и быстрое появление контраста в лимфатическом узле с таким же быстрым, неоднородным его вымыванием. И хотелось бы показать несколько примеров. Первый пример мы видим, вот, лимфатические узлы, сниженные их агенности, частично визуализующиеся ворота. Мы видим именно сосуды на первом слайде незначительные, в другом слайде повышенные. И при введении контраста мы видим однородное заполнение, что в одном и втором случае, как в артериальную, так и в венозную фазу, что и видно на кривое заполнение контрастов. В первом случае это неизмененный лимфатический узел, во втором случае это реактивный лимфатический узел на фоне воспаления. Еще один пример. Это редкие случаи, когда мы видим изменения в режиме в структуре ворот, это гиперхогенные, гетерохогенные структуры с неоднородным, именно суженным критикальным слоем, то есть в центре ворот узла. Это проекции, правда, визуализировалось образование, которое при биопсии диагностилось как рак языка. Мы видим именно усиление по периферии сосудов в режиме доплерских характеристик, высокий коэффициент жесткости и эластотип четвертый при компрессионной эластографии. При введении контраста мы видим артериальное быстрое заполнение с центральным нарушением в воротах. И видно кривое контрастирование, что именно заполнение неоднородное, и эта центральная часть в принципе не воскурализируется. Это метастатическое поражение при раке языка. И еще один пример. В 26 лет появилось уплотнение в проекции задних левых лимфатический уровень 5, и в проекции носоглотки образование диагностировалось как плоскоклеточный рак. Мы видим повышение в эскурализации по периферии. Компрессионная эластография давала третий эластотип, немного повышенным коэффициентом жесткости, неоднородное заполнение контраста по периферии с кинетической кривой быстрого вымывания. Это метастатическое поражение при ротоглотке. И в заключение хотелось бы сказать, что мультипараметрическое ультразвуковое исследование поверхности расположенных лимфатических узлов обладает достаточно высокой диагностической специфичностью и на первичном этапе диагностики позволяет установить уровень поражения, оценить структуру пораженного лимфатического, выполнить точное наведение при биопсии и также может использоваться при динамическом наблюдении, при комбинированном лечении. Спасибо за внимание.